Добрый день всем, добрый день кингисепцам, которые сегодня являются свидетелями подписания двух очень важных соглашений для Кингисепского муниципального района. Сегодня мы уже традиционно, или исторически даже можно сказать, в очередной раз с уверенностью подписываем соглашение. Теперь уже с двумя компаниями группы «Еврахим» с промышленной группой «Фосфорит» Владимиром Леонидовичем Яруковым и Белобородов Илья Викторович, «Еврахим Северо-Запад». Напомню, «Еврахим Северо-Запад» реализует на промышленной площадке «Фосфорит» уникальный проект по строительству завода по производству аммиака, одного из самых современных заводов в мире. Соответственно, обе компании группы «Еврахим», холдинга «Еврахим» социально ответственны и еще раз подтверждают свою социальную ответственность. Сегодня мы будем подписывать два соглашения. Оба соглашения направлены на развитие спорта в Кингисепском районе. Именно с промышленной группой «Фосфорит» мы подписываем соглашение о том, чтобы продолжить строить инженерную инфраструктуру в 7-м микрорайоне, которая, напомню, обеспечивает полностью инженерно и теплом, и водой ледовую арену в наше предприятие «Олимп». Также эта инженерная инфраструктура полностью направлена на будущий объект – это плавательный бассейн, который также будет обеспечиваться и чистой артезианской водой, и тепловыми носителями от центральной котельной, которая будет обеспечивать два крупных спортивных объекта. Эта работа уже частично сделана, но ее нужно дофинансировать до нормативного строительства, чтобы мы могли сдать это, как положено, госорганам в эксплуатацию. Эту работу, естественно, Кингисепский муниципальный район при всех своих возможностях один бы никогда не осилил, и мы благодарны «Фосфориту» за то, что мы продолжим реализацию этого проекта. Также мы намерены с учетом ближайшего времени определиться и принять решение о проектировании ряда реконструкций спортивных объектов. В рамках этого соглашения, просто сегодня об этом еще рано говорить, мы не до конца еще посчитали смертную стоимость инженерной инфраструктуры в 7-м микрорайоне. Соответственно, через месяц мы примем окончательное решение. С Владимиром Леонидовичем мы уже проговорили устно о том, что мы хотели бы сделать ряд проектов еще. И второе соглашение с Еврахимом Северо-Запад. Опять же, мы подписываем в рамках поддержки уже не инженерной инфраструктуры, а развития спорта на территории Кингисепского района. И мы определили с Еврахимом Северо-Запад, что мы поддерживать будем ежегодно ряд спортивных направлений, ряд федераций или движений по спорту. И в этом году мы поставили приоритеты. Это, естественно, в первую очередь развитие хоккея для наших детей. Это детско-юношеское развитие хоккея на территории Кингисепского района. Это развитие футбола, футбольного движения в городе Кингисеппе, в Кингисеппском районе. И вот новое, мы буквально на днях с Ильей Викторовичем проговорили, новое то, что мы привнесли в это развитие, это поддержка шахматного клуба. В бюджете Кингисеппского района заложено почти 2 миллиона рублей на реконструкцию помещения шахматного клуба. Мы сегодня, я бы сказал, даже немного уже и запоздали, и даже уже эти обещания были даны ранее нами, чтобы начать как можно быстрее ремонтировать помещения, где занимаются наши шахматисты. Поэтому я благодарен Илье Викторовичу, что он тоже поддержал это направление, и эта копеечка, скажем так, нам кстати будет, вдобавок к нашим деньгам, чтобы сделать и реконструкцию отопления внутри помещения, и достойно сделать хороший ремонт для наших шахматистов, те ребята, которые занимаются шахматами, они занимаются уже в достойных условиях. Фосфорид подпишет с нами соглашение на 30 миллионов рублей, а компания Еврохим Северо-Запад подпишет соглашение на 4 миллиона рублей. Это о том, что сейчас я очень подробно вам рассказал. Это о том, что уже более 15 лет мы действительно в тесном контакте, осуществляем социальное партнерство с администрацией района, города, и это по счету уже за десяток перевалило количество таких соглашений с общим объемом финансирования, только по соглашениям я не беру то, что было за рамками, и не беру строительство ледовой арены, более 200 миллионов за эти годы потрачено. Мы на берегу, как говорится, договорились о приоритетах использования этих средств. Это адресные программы по поддержке образования, по поддержке здравоохранения, и последние особенно годы в большей степени это поддержка детского спорта. Уверен, что эти деньги принесли пользу людям, проживающим в Кингисепском районе. В этом году мы подписываем очередных 30 миллионов. Виктор Павлович сказал, на что они будут использованы. Ну и думаю, что, опять же, за рамками соглашения наше сотрудничество будет продолжаться. Кстати, должен сказать о том, что в прошлом году мы совместно с Виктором Ивановичем начали очень серьезную работу. Это так называемый мастер-план развития города Кингисепа. ВИПС занимается этим проектом, финансируется проект компании «Еврохим» за рамками соглашения. Сразу хочу это подчеркнуть. Цена вопроса 37 миллионов рублей. Мы в прошлом году эту работу начали. Ну и в заключение хочу поблагодарить за тесную, плодотворную работу, и взаимопомощь, и уверен, что и в дальнейшем мы будем в таком же ключе продолжать эту работу. Обязательно. Спасибо. От лица компании «Еврохим Северо-Запад» мы как компания молодая, конечно, не сравнится с фосфоритом, но тем не менее, я считаю, что это проактивное решение вообще менеджмента компании. В целом «Еврохим», то, что наша компания, она не попала в тот поток, в той огромной программы социальной, экономической, которую выполняет фосфорит, хотя могли так поступить. Это отдельные деньги, они ассоциируются с нашей компанией. Пока мы начинаем с относительно небольших сумм, но уверен, что по мере роста проекта, по мере строительства завода, компания будет набирать обороты, ну и это также, соответственно, отразится на объемах социально-экономического сотрудничества. Наше соглашение подразумевает помощь тренг федерациям, я уверен в том, что это практическая помощь, она позволит привести ребят к каким-то достижениям, к каким-то победам. Хотелось бы уверить, что они будут существенны. А между нами, я имею в виду нас и администрацию района, это, конечно, еще один элемент, уже дополнительный элемент, уже состоявшийся в плодотворных, тесных и, я бы сказал, долгосрочных отношениях. Мне хотелось бы, уважаемый Владимир Леонидович, в вашем лице передать Дмитрию Степановичу благодарственное вот такое письмо, адрес. Вопрос, касаемый, скажем так, реконструкции или дополнения облика города Кингисеппе, компания «Еврохим» заключила прямой договор с компанией «ВИПС», очень серьезной структурой. В среду у нас будет несколько совещаний уже прошло на территории Кингисеппского района. В среду я еду с огромным количеством альбомов всяких проектов, которые доработаны на территории Кингисеппского района, в частности, в городе Кингисеппе мы речь ведем о городе Кингисеппе. У нас есть очень много проектов, которые мы выполнили или находимся в предпроектных решениях по строительству в городе Кингисеппе, социальной инфраструктуры, капитальных ремонтов и много-много другого. Я даже не буду сегодня это перечислять. Это абсолютно первая часть альбомов, которые сегодня мне уже приготовили специалисты архитектуры. Их будет гораздо больше. Мы едем на рабочее совещание компании ВИПС в рамках подписанного соглашения с Еврахимовой компанией по реализации проекта нового облика Кингисеппа, его корректировки в рамках современных требований инженерной инфраструктуры и части строительства. Поэтому у нас будет там уже такое практическое совещание, на котором мы хотели бы вот эти отдельные разрозненные проекты, которые есть в городе Кингисеппе, соединить уже в ту работу, которую делает данная компания по заказу Еврахима. И мы надеемся, что мы как раз вовремя это все туда привезем, потому что работа только началась. Сейчас идет сбор исходной информации. И вот эти вот наработки наши, они послужат, наверное, как раз хорошим дополнением к сбору исходной информации, чтобы мы, если будем реализовывать данные проекты, как муниципалитет, то это одна часть вопроса. И, конечно, здесь есть ряд проектов, на которые мы хотели бы привлечь инвесторов, частных инвесторов. Больше всего это касается жилищного строительства будущего, седьмого микрорайона, ряд других небольших квартальных застроек, которые сегодня мы прорабатываем уже в городе Кингисеппе, для того, чтобы кингисеппе было удобно, комфортно проживать на территории Кингисеппского района. Ну и, конечно, очень важными в этих альбомах есть проработки по строительству нового больничного корпуса в нашем городке. У нами проработан как концепт идея выйти в стадию проектирования, потому что сегодня все прекрасно понимают, что Кингисеппская центральная районная больница уже не справляется со своими задачами. Больница не соответствует сегодня тем объемам, скажем так, она совершенствуется, ремонтируется, приобретается новое оборудование, но объемы медицинских услуг вырастают и становится уже тесно в этих корпусах. Поэтому по здравоохранению, я еще раз подчеркиваю, это не наша полномочия, но мы живем и работаем на территории Кингисеппского района и города Кингисеппа, и мы должны быть инициаторами проектов, как практика показывает, где мы инициаторы, там у нас получается уже и строительство, я не буду сейчас перечислять эти проекты, но мы хотели бы запроектировать новый корпус в больнице, хирургический, современный хирургический, это новая реанимация, это новый хирургический корпус, территории, которые освободятся, они будут использоваться для других направлений в медицине, и мы отвели земельный участок под проектирование новой поликлиники, потому что поликлиника однозначно в будущем не справится с этим объемом, город Кингисепп будет расти, тому свидетельство строительства жилья, которое сейчас происходит, первый этап, он завершается в 2016 году, все жилье будет сдано именно в 2016 году, в 2017 году мы начинаем распечатывать 7-й микрорайон в части жилищного строительства, и там же у нас отведен земельный участок на проектирование поликлиники. Так вот, вот эти все разрозненные проекты мы хотели бы соединить в какие-то понятные стили, архитектуру, и чтобы не только внутреннее содержание и польза для Кингисеппу было, но чтобы это и радовало глаз кингисеппцев, и были новые, скажем так, места, любимые места кингисеппцев, которые бы они посещали в рамках проведения досуга. С поддержкой Еврахима мы смелее пойдем в данные проекты, в будущее развитие. Очень большие три блока вопросов, которые мы сегодня подписали. Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка трех федераций и развитие города Кингисеппа. Это огромный труд, который будет выполнять администрация Кингисеппского района с помощью специалистов Еврахима. Мы об этом не говорим, но мы этим пользуемся, потому что специалисты компании Еврахим по разным направлениям всегда помогают нам в решении тех или иных задач. Поэтому Кингисеппский район с благодарностью воспринимает это социально-экономическое партнерство между двумя юридическими лицами холдинга Еврахим. И надеемся, что мы все средства, которые написаны в соглашении, с толком вложим в развитие спорта на территории Кингисеппского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова